МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Городская среда». С вами Екатерина Машенцева. Сегодня у меня в гостях Азалия Зарипова, теперь уже выпускница Альмитевского музыкального колледжа и дипломированный специалист. Азалия, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Четыре года в колледже пронеслись, наверное, как один день. Какими они для вас остались? В память какими запомнились? Что было самого такого яркого и интересного? Вы правы, говоря о том, что они пронеслись. Но я могу сказать, что эти годы были очень насыщенными, очень продуктивными, и за эти четыре года мы сумели многого достигнуть, но все было не всегда так сладко, так скажем, и грустные моменты были, и трудно бывало, и то есть все было не так просто. Но я рада. Я вообще ни капельки не пожалела, что закончила этот колледж, что учусь именно там, и лучшего расклада своей жизни я не вижу. Мы были на выпускном анимическом музыкальном колледже, как раз-таки с вами беседовали, и сказали, что одновременно, ну, для многих этот день и грустный, и радостный. Вообще, с какими чувствами вы покидали музыкальный колледж? С какими чувствами? Ну, опять же, я немножко не осознала того, что я уже прощаюсь. Это место стало мне буквально домом, потому что там были мне близкие люди за 4 года. Вот, казалось бы, всего лишь 4 года, а мы так сблизились. Я нашла действительно родственных душ в виде и своего педагога, и своих друзей, которые там были, единомышленников. Поэтому я считаю, что, конечно, это грустно, но нужно двигаться дальше, нужно учиться дальше. Вот, поэтому... Только вперед. Такие смешанные чувства, да, только вперед. Если говорить о педагогах, насколько вы с ними были единомышленниками одной команды? Были какие-то сложности в понимании? Вообще, как удавалось приходить к общему результату? У меня были замечательные педагоги. Вообще, педагоги музыкального колледжа — это вообще отдельная глава в моей жизни, потому что, если бы не они, ничего бы не было, я бы перед вами сейчас не сидела. Вот, ну, конечно, я хочу отметить своего любимого педагога, педагога по специальности, Альфию Мунировну Шигапову, которая замечательный педагог, замечательный человек. И помимо того, что она дала мне все профессиональные навыки, да, сценические навыки, помимо этого она научила меня очень многому просто в жизни, дала очень много жизненных советов и, можно сказать, подняла меня, вот, с колена, если так можно говорить. Ну, в том плане, что она мне стала как родная мама, потому что каждый день, вот, с понедельника по субботу, даже в воскресенье я приходила в колледж, занималась с утра до вечера, и, на самом деле, это очень интересно, как состоит процесс в музыкальном колледже, потому что он отличается от других колледжей, и ребята, которые учатся, например, в других заведениях, да, более, ну, технического уклона, они немножко не понимают, как у нас все обстоит. Дело в том, что у нас есть специальности, и у нас даже расписание вот такое, оно творческое, то есть все говорят, а у вас нету расписания группы? Я говорю, у нас нет такого расписания, у нас есть расписание курса, то есть у нас там такие большие окна для уроков по специальности, и, то есть от этого уже весь процесс немножко ломается, и очень трудно, на самом деле, творческих людей зарегламентировать, как-то сказать, что вот 45 минут на это, 45 минут на это, конечно, у нас администрация все это пытается сделать, но, да, в этом уникальность этого заведения, Я считаю, что учеба там, она уникальна, потому что ты с утра до вечера находишься в колледже, у тебя есть свободная минутка, ты или с друзьями, или, естественно, занимаешься за инструментом, вот, поэтому эти годы были замечательными, и педагоги замечательные, они творческие, они раскрывают индивидуальность, никогда тебя никто не будет осуждать. Еще к этому они могут дать тебе хороших советов, то есть они все там открытые, творческие, и от этого и мы не зажимаемся никогда, вот, и мы тоже становимся такими творческими, открытыми. Атмосфера в колледже замечательная, и педагоги тоже замечательные, но опять же хочу поблагодарить своего педагога, потому что именно она вела постоянную работу, каждый день я приходила на специальность, каждый день она со мной занималась, и вы не представляете, сколько труда это всего стоило, потому что, чтобы выйти на сцену, нужно, конечно, пройти огонь и воду, вот, поэтому все это было очень классно, несмотря на то, что было очень трудно. Ну, очень трудно были моменты, когда руки так сильно отпускались, что вообще хочется бросить эту музыку, бросить вообще всю эту сцену, потому что это очень трудно, переступать себя, выходить, играть, но велась все-таки большая психологическая большая работа, даже нежели профессиональная, вот, и благодаря этому, я думаю, я смогла чему-то научиться, хотя еще все впереди, но именно благодаря ней, ее вере в меня, потому что никто в меня так не верил, как она, то есть у меня опускались руки, вот, на первых, ну, в курсах, там, что-то не получалось, вообще, нет, не получалось, не сразу все получалось, и было гладко, я не понимала, она говорит, спокойно, еще, еще раз, еще раз, через месяц будет лучше, то есть какие-то вещи не могли, не делаются за щелчок, то есть какие-то вещи нужно постоянно отрабатывать, я говорю, вот, через год ты это заиграешь с легкостью, но надо вкладываться, и, то есть, стоит барьер, то, что у тебя не получается, и ты думаешь, что у тебя не получится, но она очень сильно верила в меня, то есть, например, я ей говорю, Альфия Минировна, ну, не получится, зачем вы мне это говорите, он говорит, нет, поедем в Италию, и мы поехали в Италию, то есть, какие-то вещи вообще абсурдные, ты думаешь, ну, какая Италия, я тут не могу ничего сыграть, И действительно, и все получалось, ну, конечно, и мой труд там тоже был, да, ну, вот, именно вот этот тандем, ученик с учителем, и, конечно, родитель, дает успех, вот это самое главное, потому что, если у ученика и у учителя одна цель, то весь процесс, он, вы, как бы, вместе, вы не враги, вы идете вместе, и вы боретесь с какими-то трудностями вместе, И, безусловно, с поддержкой моей мамы, вот, моих двух мам, можно сказать, все это получилось, вот, то есть, самое главное, это желание обоих, наверное, потому что, вот, не так все просто, то есть, когда, например, учитель хочет одного, а ученик другого, то есть, это всегда чувствуется, и не получается обычно, вот, а мы хотели одного всегда Кажется, это невероятно, потому что, вот, вы сейчас говорите, что на первом и втором курсе не получилось, и закончить, ведь вы с красным дипломом Да, 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 ну, красный диплом, это такая, ну, неожиданность, можно сказать, как-то, у меня не было цели красного диплома, то есть, он как-то сам ко мне пришел, вот, просто старалась добросовестно все выполнять, педагогов, хотя очень часто там была в разъездах, в конкурсах, по конкурсам, и не всегда удавалось выполнять все, вот, но, тем не менее, педагоги прощали, потому что они тоже такие творческие люди, вот, и поэтому Учеба была замечательная, вот, ну, опять же говорю, у меня не было, так, прям, цели, красный диплом, то есть, я не шла за оценками, я шла за знаниями Как выходить на сцену, как играть, а тут теоретические знания, а тут все остальное, то есть, мне сама нравилась атмосфера, то есть, это было трудно, но это было приятно, это был приятный процесс все-таки Удалось какие-то свои страхи побороть во время учебы? Допустим, был страх сцены или страх выступлений? Ну, страха сцены как-то не было, потому что я с самого маленького своего возраста, как себя помню, я никогда не волновалась слишком сильно, то есть, в обмороках и не было никогда, и каких-то гиперволнений Но все равно, конечно, когда ты выходишь на сцену, волнение, оно есть, и с этим бороться можно только на сцене, то есть, постоянно выходить и постоянно играть, 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 играть В этом мне, конечно, очень сильно помогала, опять же, Альфия Мунировна, потому что она, там вот буквально свежее какое-то произведение, все, я тебя записала на концерт, все, будешь играть, и тут никаких вопросов вообще не принимается Я говорю, нет, я не буду, нет, такого не может быть, ты будешь играть на концерте, и только вот такими способами, такими методами удалось как-то себя вытащить на сцену Ну да, это каждый раз трудно, ну, чем чаще это делаешь, тем легче, вот, как много квест каждый день Да, да, да Если говорить о проектах, в которых вам удалось поучаствовать за эти годы, какие самые яркие, интересные, необычные, вот вы рассказали, что были в Италии Да, 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 я как раз хотела об этом тоже побольше рассказать, вот на первом курсе нам удалось в конце года съездить в Италию Это все благодаря моему педагогу, потому что она все это организовала, она об этом думала, она хотела очень сильно И как бы, когда она мне об этом озвучила эту идею, конечно, я была рада, но я, конечно, была удивлена и шокирована, говорю, феминированная какая Италия Вот, он говорит, нет, поедем в Италию, и мы начали делать программу, и эта поездка осуществилась благодаря Татнефть, вот Поэтому на первом курсе мне удалось увидеть Италию, мы почти объехали всю Италию, и это было замечательно Ну, я туда ездила не просто так отдыхать, да, я ездила на конкурс прежде всего, вот Вот, и мне очень понравилось, безусловно, это было тоже толчком, вдохновением, то есть, чем больше ты будешь заниматься, тем больше ты будешь играть, тем больше ты будешь ездить То есть, есть люди, которые тебя поддержат, то есть, это было большой мотивацией для такой студентки, как я, вот, поэтому я очень люблю выступать Что это был за конкурс, и с каким результатом вы на нем участвовали? Это был фестиваль «Сератте Руссеин Италия», это, так, русские вечера в Италии, это был конкурс в городе Модена, я заняла там, взяла лауреатство в первой степени, да, что вы играли? Я играла, играла два сочинения, я играла арабеску Дебюси, это французский композитор, вот, такое лирическое произведение И я играла Пьер Санкана, это токат, кстати, тоже, тоже французский композитор, вот, он современный, он больше современный, такая виртуозная штучка, вот, играла, поэтому это было большим толчком для меня в будущем Как итальянская публика воспринимала вас, встречала? О, как итальянская публика? Хорошо, очень хорошо Они отличаются от русских? Ну, вообще, европейцы немножко отличаются от русских, да, они как-то немножко более открыты, немножко более приветливы, что ли, вот, ну, безусловно, жюри приветствовали очень хорошо, вот, поэтому я им, ну, я им понравилась Италия осталась в сердце Да, да, я бы хотела еще раз вернуться, вот, видите, пандемия и все остальное Какие проекты в городе, в Альмитиске были такими же, запоминающимися, яркими? Да, у меня есть такие проекты, вот, например, на втором курсе зимой должен был состояться концерт Юрия Башмета, он приезжал с камерным оркестром солисты Москвы и Григорием Сиотвинда То есть у них был такой концерт Моцарт и Сальери, где вот Григория Сиотвинда читала Пушкина, а вот Юрий Абрамович, конечно, он аккомпанировался, можно так сказать Вот, и, собственно, нам звонят организаторы этого мероприятия и говорят, что нужна партия рояля То есть нужно исполнить небольшой фрагмент для этого концерта Первые эмоции, шок Во-первых, то, что я не играла это сочинение никогда, это был Моцарт-концерт, вторая часть, 23-й концерт, я не играла никогда И я не играла никогда с оркестром И тут приезжает такой оркестр, то есть это такие профессионалы своего дела и под руководством Юрия Башмета, но это, да, это пугало То есть мне сказали буквально за два дня до концерта, что вот нужно сыграть И, конечно, я испытала и счастье, и горе, потому что два дня выучить что-то, сыграть Но по итогу я собралась Слава Богу, со мной были люди, которые верили в меня, и мой педагог Она была рядом со мной, и потому что на первой репетиции я пришла, приехал маэстро Я волновалась, вообще, мне кажется, я в жизни никогда так не волновалась, как тогда Вот, и репетиция прошла не очень удачно, в том плане, что я немножко растерялась Но выйдя на сцену, то есть когда я уже вышла, сидела на сцене с такими потрясающими музыкантами, солистами Москвы Это как сказка звучит на самом деле И этот концерт, он, конечно, произвел большое впечатление То есть я, сидя на сцене, я выдала максимум Я не знаю, как это объяснить, это чувство, когда ты находишься на сцене с такими музыкантами И играешь эту музыку И, на самом деле, это все-таки, вот это прелесть сцены То, что открылся какой-то резерв, что-то, какое-то жестое чувство И я очень хорошо прозвучала на этом концерте Вот, позже Юрий Абрамович пригласил меня к себе за кулиси, где поблагодарила и все остальное То есть это было, опять же, как во сне Вот, об этом рассказываешь другим людям То есть в других городах, я думаю, это невозможно было бы Чтобы какая-то студентка второго курса что-то там сыграла Но это что-то невообразимое Поэтому это одно из самых замечательных событий Но также я играла дважды с оркестром С двумя оркестрами Вот, Юрий Башмет был моим первым оркестером Его оркестр И Рустем Абвязов Вот, мне с ним удалось поиграть три раза Есть такой проект «Звезды из завтра», если вы знаете, да? Да И мне удалось там три раза поучаствовать Поэтому классные события были в этом городе И несмотря на то, что это Альмезиск И очень классное мероприятие Тут проходит И тут очень было много ярких воспоминаний у меня Вот даже вот с этим местом Так, а не вчера Это просто Обо всех ярких воспоминаниях мы поговорим после рекламы Это «Городская среда» и мы продолжаем Азаня, расскажите, пожалуйста, почему именно музыка? Почему именно творчество? Ну, я бы хотела обратиться, наверное, к своему детству Вспомнить о своем детстве Потому что в четыре года, что я попросила у своих родителей Это фортепиано Вот, наверное, уже тогда было понятно, что я хочу заниматься творчеством Но, конечно, мысли не было о том, что вот я там стану музыкантом Или что-то подобное Просто хотела заниматься фортепиано Меня завораживало это, мне нравилось это То есть я в садике впервые увидела И говорю, мама, нет, все, пожалуйста, фортепиано очень хочу Мне купили синтезат Вот, и повели меня в музыкальную школу Вот, там я отучилась семь лет На отделении фортепиано и эстрадного вокала Почему я не пошла на вокал? Потому что как-то перспектив фортепиано я видела больше И как-то мне это нравилось немножко больше Вот Поэтому мое детство было очень насыщенным, творческим То есть и там, и там я выступала на конкурсах Мне это очень нравилось На самом деле моя мама очень творческий человек Но так сложилась ее судьба, что она не стала ни музыкантом И не в творческой сфере работает Но она очень творческая И она всегда была за различные конкурсы Она всегда помогала мне выбирать платье И поэтому выбор творчества нам всегда нравилось Нам было комфортно что-то придумывать Какие-то костюмы Ну это что касается вокала А что касается фортепиано Это просто красивая музыка Это очень элитарно учиться На фортепиано И поэтому это было как-то понятно А вот уже ближе к пятому, где-то шестому классу Был переломный момент Что я хотела бросить это все Это нормально Но потом я уже поняла, что нет Нет лучше исхода, чем пойти в музыкальный колледж Потому что Мне кажется, я в этом плане была очень счастливая Потому что мои одноклассники Они все-таки Перед ними стоял трудный выбор Они не знали, чем они хотят заниматься Они не знали, куда пойти И им было трудно А я всегда в этом плане была очень спокойна Выбор был предопределен Выбор был, да То есть я понимала, что нет Я пойду в музыкальный колледж У меня даже никаких сомнений никогда не было Вот Поэтому, да Творчество всегда было у меня в душе, так скажем Я очень люблю музыку Что впереди у вас? Какие планы? Куда, как думаете, вас занесет ветер перемен? Планы Ну, конечно, дальше учиться Учиться, учиться, учиться Потому что На колледже, я думаю, не остановится Нужно еще совершенствоваться Я думаю, я буду поступать Поступать в консерваторию Поэтому Есть какие-то наметки? Какая? Ну, казанская Да Ну, то есть В принципе, наметки есть Ну, сейчас как раз поступательный сезон Мы посмотрим еще Вот Ну, да Определенно Учиться дальше Развиваться Искать единомышленников И, да Совершенствоваться в своем деле Потому что То, чего я достигла Это вообще Это не потолок И в этом На самом деле Прелесть Профессии музыканта В том, что Нет потолка То есть Знаний То есть Даже если брать Фортепианный репертуар Невозможно Одному человеку Сыграть весь Фортепианный репертуар Но это Завораживает И хочется учиться дальше Хочется сыграть Очень много музыки Хочется побывать В разных местах Путешествовать И поэтому Я думаю, я буду развиваться дальше На этом Мой путь не закончен Поэтому, да Что именно вам дает Теперь уже Ваша профессия? Что мне дает Моя профессия? Моя профессия Полна красоты Полна Эмоций Переживаний Я очень Рада тому Что я занимаюсь Делом Которое мне нравится Потому что Сколько людей На свете Которые занимаются Нелюбимым делом И как это досадно И как это грустно Вот Но мне в этом плане Повезло Потому что Несмотря на все трудности Которые есть в этой профессии Вы не поверите Столько подводных камней Есть в профессии музыканта Вот Начиная даже От Может быть даже работы Да Есть всегда риск Не реализоваться Есть Большой риск Не реализоваться Но Все-таки Это дело Я даже Не могу Представить Лучше дело Чем Лучше профессии Чем профессия музыканта Вот Как вы считаете Вот наш город Насколько много Можно предложить людям Вашей профессии Музыкантам Творческим людям И Насколько здесь Можно раскрыть Свой потенциал Ну Наш город Делает Уже Очень много Я считаю Потому что Приглашать таких Музыкантов Ну это конечно Благодаря Татьнефть И Так круто Что они в этом Заинтересованы Что они приглашают Там не просто Музыкантов А музыкантов С большими именами Которые играют В больших залах Такие как Валерий Гергиев Денис Мацуев Вот недавно Был фестиваль Екатерина Мечетиной И каждый раз Приезжая Они дают не только Концерт Но и мастер-классы Что не может Радовать музыкантов Просто Это замечательно Потому что Я думаю Другие города Могут только позавидовать Той культурной жизни Которая у нас есть Но я уверена Что это еще не конец И еще нужно развивать Потому что Сама Публика Альмейская Они очень открыты Они тепло принимают Ну конечно Хотелось бы еще Больше концертов Еще больше Ну вот к этому стремиться Мне очень нравится Их проект Мне очень нравится Что они поддерживают Мне Я кстати Очень видела В соцсетях Проект По Постройке Зала Я считаю Что это Отличная инвестиция Вот в город Так скажем В людей В этом городе Потому что Нужно Поднимать Культурный слой Этого города Я думаю Благодаря таким мероприятиям Мы сможем Этого добиться И На самом деле Большинство людей В Альмейтинске Очень любят Классическую музыку Просто Они об этом Еще не знают Просто На самом деле Вы не представляете Сколько В такой сложной музыке Переживаний Свойственны Каждому человеку Сметение И любовь И гнев Этого столько Вы не поверите Люди 18 века И люди нашего века Даже Может быть Переживали Одно и то же Иногда И просто Другое дело Язык Классической музыки Он трудный Да Вот И для этого Мы как бы музыканты И учимся Чтобы его понимать На самом деле Если Постоянно Проводить Такие мероприятия И вводить В привычку Приходить На такие концерты То я думаю Мы сможем Добиться Хороших результатов В этом направлении Вот Был еще случай В нашей Съемочной практике Когда вы удивляли Не только творчеством Но и своими Ораторскими искусствами Своими Ораторскими навыками Была встреча С главой Района Если не ошибаюсь В анимическом Политическом технику Где вы выступили С каким-то предложением Расскажите пожалуйста Что это было Ну это тоже Очень спонтанное Было мероприятие То есть Мне об этом тоже сказали За буквально там Неделю То что вот Нужно прийти И я не знала Что я буду говорить С главой То есть Я Я думала Что я просто приду И это будет Какой-то Студенческий сбор Вот Где мы будем Делиться Сами идеями Но оказалось Что там Будет глава И У меня не было В принципе Никаких мыслей Сначала Но у меня Очень попросили То что нет Вы давайте От колледжа Поучаствуйте Пожалуйста Вот Скажи все Что тебя волнует Азаль Вот Я тебе доверяю Я сказала Я сказала Я сказала И Ораторские навыки Я не думаю Что у меня Какие-то Особенные Ораторские навыки Дело в том Что Просто я говорила О больном То что Живы трепещущие Каждый день Испытываем Азаль Азаль Альмейский музыкальный колледж Потому что Он немножко Непрофессиональный Он Критерии Не выполняет Те Которые нам Нужны Как музыкантам Акустические И я решила Вот Посмелилась Об этом сказать И конечно Вышли Какие-то громкие Заголовки Но Я считаю Что Я не жалею О том Что я сказала Что Это действительно Проблема Зал Потому что Даже если сравнивая Остальные Вот У нас даже Есть Города соседи Как Пугульма Там Нижнекамск У них замечательные Залы в этом плане И как бы Мне бы тоже хотелось Чтобы в нашем городе Такое было Вот И я решила Об этом сказать И конечно Сначала У всех были Такие скептические Лица То, что зачем Уже этот Нефть делает зал Но все-таки Я считаю Это необходимостью Потому что То, где мы сейчас Находимся Это конечно Немножко не то Вот А что именно не то? Что не так? А что не то? Дело не в том Что нет сцены И нет стульчиков Дело в том Что акустические Не подходят И дело в том Что Все-таки Зал должен быть Если он академический Только например Для вокалистов Только например Для пианистов Для остальных Да специальностей А вот например Для отделения Театралов Им же нужен Другой зал Совершенно Отделение Народного оркестра Им нужен Совершенно Другой зал То есть Немножко все Разное И конечно Он звучит Конечно Неплохой Ремонт сделали И все остальное Но Но Немножко не то Вот Если сравнивая С другими залами Поэтому да Но это было Очень интересно Я впервые Себя почувствовала В этом амплуа Когда нужно Что-то говорить Вот Потому что У меня Достаточно Неговорительная профессия То есть я обычно Сижу Молчу И занимаюсь Вот Ну тут пришлось Говорить И я Вот Сказала И в принципе Я рада Потому что Меня в принципе Услышали Достаточно Как сказать Хорошо приняли Мою идею Вот Несмотря на то Что я не знаю Будет ли она Воплощена или нет Но В любом случае Это было классное мероприятие С главой С другими ребятами Потому что Я вообще Не знала Других ребят С других СПО Вот Познакомились с кем-то Классное мероприятие Я бы еще поучаствовала Вот Но видите Я уже выпустилась Поэтому да Насколько я помню Еще там была Звучила несколько Иная идея Что будет Такое творческое пространство Где студенты Еще будучи Не специалистами Не профессионалами Могут выступать Делиться своим творчеством Да И как-то в этом направлении Уже есть какие-то подвижки На самом деле Мне никто ничего Не сообщал Я не знаю Если честно Вот Но Было бы классно Если бы такое место было Я была бы Очень рада Этому Потому что Настолько Музыкантам нужна площадка Все-таки Когда эта площадка есть Хочется творить Это такая некая мотивация Для нас Поэтому Да Это было бы интересно Для жителей города Где вы могли бы устраивать Свои концерты Да Многие спектакли Да И учиться вместе со всеми Да Азалья Время нашей передачи Подходит к концу И может быть у вас есть Что-то сказать Особенно нашим зрителям Дорогие зрители Ходите на концерты Классической музыки Любите музыку Наши концерты Созданы именно для вас Наше творчество Посвящено именно вам Я благодарю вас за то Что вы нашли время Побывали в студии Городской среды И надеюсь мы однажды Повторим наше интервью Да Спасибо большое за приглашение Была рада очень с вами Сегодня быть Говорить Вот Спасибо вам большое Катерина Это была программа Городская среда До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин